Нифига себе! Сколько я знаю, у тебя есть девушка. Настоятельная легкая. Что ты себе позволяешь? Спасибо, что заступил. Ты уверен? Кто еще такая профессия? Друзья, в этом видео есть все, как вы любите. Школьная любовь, конфликты и проблемы с учителями. Если ты еще не подписан на канал, обязательно подпишись, ведь это школа глазами школьника. Приятного просмотра! Так, и не забудьте записать домашнее задание. Эээ, Наташа, ты идешь в салон? Дима, прости, мне нужно подготовиться к литературе. Можешь сам сходить и мне тоже что-нибудь купить? А что ты хочешь? Ну, возьми как обычно. Хорошо. Так, и не забудьте, что у вас сегодня дополнительное занятие по географии. Че? В списках есть Саша, Дима, Герман, Руслан и Сэм. Какого офига я там еду? Герман, в прошлом семестре у тебя очень слабая оценка по географии, ты можешь лучше. Это я и без дополнительных справлюсь. Ну знаешь, списки не я составляла. Так, все, готовимся к литературе. Зашибись, одни пацаны. Дима, может я тебя дождаться после урока? Вместе домой пойдем. Да смысл тебе ждать? Ладно, я в столу. Тебе деньги дать? А, у меня есть шкафчик. Ну, хорошо. Тебе че, впадал мне дать? Ты че тупой? Отстань от меня. Если тебе от меня понадобится помощь, я тебе не помогу. Мне от тебя понадобится помощь? Что ты придумал? Я по твоему чуфяк? Че? Вали от меня. Пока я не дашь ответа, не отвалю. Саша, что ты делаешь? Забери своего одноклассника от меня. Саша, отстань от девочки. У меня есть ответы на самостоятельную. И что? Она закричила мне их давать. А ты пытался по-человечески попросить? Она не человек, а жлоб тупой. Саша, закрой рот и извинись перед девушкой. Ах, делать мне нечего. Че? Он у вас неадекватный. Прости его, он действительно иногда бывает неадекватным. Я заметила. Так, а что он хотел от тебя? На прошлом уроке мы писали самостоятельную по литературе. И он хотел, чтобы я ему ответы на тесты дала. Ну да, типичный Саша. А ты что, новенькая? И почему же? Ну, я тебя раньше в школе не видел. А ты что, новенький? И почему же? А я тебя тоже раньше в школе не видела. Так, а ты с какого класса вообще? С параллелью. Спасибо, что заступилась. Да, не за что. Че? Блин. Застаем двойные листочки, прячем все в портфеле. Извините за опоздание. Можно зайти? А где вы ходите? Вы звонка не слышали? Слышал. Вы вообще знаете, что у нас самостоятельная? Ну да. Ну так почему тогда опаздываем? Ну, простите. Быстро идите на место. Ты че так долго? Да я в раздевалке задержался. Ты что, не ходил в столовую? Да я не успел. Спасибо тебе, Дима. Теперь у меня из-за тебя будет двойка. Да что у вас происходит? Дима обломешал мне. Все у нас хорошо, Наташа. Самостоятельная лёгкая. Вам нужно дать характеристику двум поэтам, имена которых написаны у вас на листочках. А у нас разве не тесты будут? А кто тебе сказал, что у нас тесты? Я у Полина спрашивала. Она говорила, что тесты. Кто еще такая Полина? Девочка, которая учится у нас в параллели. Так, а что мы такое обсуждаем? Самостоятельную обсуждаем. Ну вот и правильно. На выполнение у вас есть 30 минут. Можете приступать. Дима, я выполню свою самостоятельную и сразу же тебе помогу. Хорошо? О, спасибо большое. Так, все, время вышло. Можно еще 2 минуты? Я сказала, время вышло. Ну пожалуйста. Ты издеваешься? Я не успел. Времени было достаточно. Это все из-за тебя. Почему ты постоянно винишь всех в своих проблемах? Здравствуйте, дети. Здравствуйте, Леопольд Арнольдович. А вы уже закончили? Да. Отлично. Списки все знают или мне их зачитать повторно? А, что за списки? Списки на дополнительный урок по географии. А я там есть? Саша, ты чем слушаешь? Юрьевна в списке зачитывала. Что ты берешь? Александр, вы в списках первые. Серьезно? Дима, тебя подождать? Да я думаю, не стоит. Можешь идти домой. Хорошо. Софа, ты идешь? Да, пошли. На следующий урок, чтобы все выучили биографию блока. Ясно? Ну что, как настроение? Хрен в ***. Герман. Что, Герман, кому вообще нужны эти дополнительные? Дополнительные нужны вам. Между прочим, я трачу свое личное время, чтобы вы потянули свои знания по географии. Спросили, нам нужна эта география? Здравствуйте, Леопольд Арнольдович, я не опоздала. Шо? Полиночка, ты все-таки решила прийти? Ну да, вы же сами говорили, что для учебы потребуется много усилий, чтобы усвоить новый материал. Умничка. Присаживайся, где свободно. К примеру, там. А с каких пор крыса из другого класса приходит к нам на корабль? Александр. Так это же даже не ее класс. Полина сегодня будет заниматься вместе с нами. И это не подается обсуждению, ясно? Да. Вот и отлично. Даю вам пять минут, чтобы перекусить, сходить в туалет, и мы начинаем. Так ты, оказывается, двоечница? Двоечница. Че, молчишь, снимая? Саша, ты че к ней пристал? По-твоему, только двоечники ходят на дополнительные? А, значит, ты заучка. Саша, да отстань ты от нее. Здесь дополнительные по географии. Вам что, здесь всем медом намажут? Полина вон сидит. Полина, у тебя разве плохие оценки по географии? Ты опять решила поиграть в молчанку. Она всегда молчит? Как думаешь? Ну, это можно проверить. Даже звука не издала. Прикол. А если так? Вы че делаете? Нифига себе. Это ж ты тот фрик, который целовался на сцене при всех. Фрик? У тебя глаза труса, ты хоть знаешь об этом? За счет и девочку обижаешь. Эта девочка моя одноклассница, и мне решать, что с ней делать. Она что, вещь какая-то? Так, а что у нас тут происходит? Леопольд Арнольдович. А мы места поделить не могли. Так что, стульев мало? Да мы их не заметили. Так присаживайтесь, пожалуйста. Боря, пошли. В туалет все сходили? А можно мне выйти? Я же давал время. Но я только захотел. Давай только быстрее. Тебе не стоило. Так а чего они так разговаривали с тобой? Насколько я знаю, у тебя есть девушка. Если это, конечно, ты тот самый Дима, который целовался на сцене. Ну, да. Тогда мне лучше пересесть. Ты куда? Станься. А чья это тетрадка валяется? А, так это моя. А вы что, тетрадкой доски вытираете? Так получилось. Ну, смотрите, чтобы так больше не получилось. Хорошо. А теперь достаем двойные листочки и будем начинать работать. Для чего ты это делаешь? Потому что я такой же, как и ты. Ты тоже любишь детей с и краситься пальчики? Нет, меня тоже вечно все задевают. Вообще-то меня никто не задевает. А что это тогда только что было? Я нравлюсь Андрею, а он мне нет. Вот и бесится. Такое нельзя позволять. А что ты мне предлагаешь? Подраться с ним за школой? Полина! Что? Тупой? Мне больно вообще-то. О, заговорила. Отвали от меня. Что вылупился? Отвали от нее. Можно? Да-да, проходи, садись. Итак, хочу сказать спасибо всем тем, кто решил уделить свое дополнительное, внеурочное время для изучения такого интересного предмета, как география. Вообще-то нас заставили. Ну, кого заставили, а кто пришел по своей инициативе, да, Полиночка? А? Итак, сегодня мы будем изучать все то, что мы проходили в прошлом семе. Местер уже выставлено. Чтобы во взрослой жизни вы смогли отличить Северную Америку от Южной. Так и что там отличать? И там и там Америка. Вот именно поэтому мы с вашим классным руководителем и подумали, что дополнительные уроки по географии вам не помешают. А почему в этом классе так много посторонних людей? Они не посторонние, а такие же ученики, как и вы, которые отличились в прошлом семейство. А теперь записываем тему урока. Ты ведь новенькая, правильно? Нет, я уже отвечала на этот вопрос. Просто ты учишься в параллели, но я о тебе никогда не слышала. Так же, как и я о тебе. Но ты ведь слышала историю про поцелуй. И ты решил теперь этим упедриваться. Нет, я просто пытаюсь понять, что к чему. Тебе не стоит в это лезть. Блин, ты встречаешься с кем-то? Саша! Мне просто интересно. Чего? Скажи ему, что если он еще раз повернется, в одних трусах домой пойдет. Если еще раз кинешь бумажку, то без трусов пойдешь. Понял? Ты уверен? Отпусти. Андрей! Что ты себе позволяешь? А ну покинь кабинет. Свалил. А вас, Борис, я не отпускал. А я вас и не спрашивал. Ты как с учителем разговариваешь? Да он разговаривает так, как положено ученику разговаривать с повелителем Глоба. А ну покинули кабинет оба. До свидания. Вообще озверели. Дима, что произошло? Ничего. Вам мало последних событий? Хотите повторить? Нет. Иди ты. На чем я остановился? Я говорила, не стоит в это вмешиваться. Я это просто так не оставлю. Дима, ты после своей популярности в школе начал очень много на тебя брать. Вот они тебе нужны были. Леопольд Арнольдович, можно пересесть? Полина? Да, конечно, пересаживайся. Зачем? Потому что у тебя есть девушка, и ты не должен за нее заступаться. Полина! Да ставьте ее смысл, у тебя лишний раз получает замечание. Итак, Южная Америка – это один из шести континентов планеты Земля, который располагается на юге западного полушария. С юга он омывается Тихим океаном. Дим, тебе тут послание оставили. Что? Прочитаешь вслух? Отвали. Ты думаешь, что Наташа не узнает о твоих влюбленных взглядах на стороне? Рано или поздно я все равно буду с ней. Ну что там? Дима! Наташа! Пошли домой, я тебя решила подождать. Домой? Эээ, ну да, пошли. Ребят, огромное спасибо всем за просмотр, собираем как можно больше комментариев, собираем как можно больше лайков и сразу же выходит новое видео. Всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok